Хай йоу, ребята, с вами Фибоначчи, мы продолжаем прохождение Гвардиан Тейлз. Такие новости, я снова косикнул, в общем, не поставил на запись, и весь мир я прошел на 100%. А, вкратце, что было? Во-первых, я пропустил вот эту вот локацию, вот эту, и прошел пещеру сокровищ, да? Вот тут я там проходик один не увидел, это раз. Ну, тут, а, здесь, да, здесь, где старик нас пнул со скалы вниз, там с нижней стороны можно было упасть. Вот, я там упал, случайно, правда, но это, это открыло, это открыло, что-то вообще мне это открыло. Там какая-то новая мини-локация была, мы ее прошли, и все, и в итоге три звезды, все дособирали, все шикарно, все отлично. Так, что тут? Это, в принципе, все, что у нас... А почему у меня не получена награда? Я что, не все прошел, что ли? Победи Дадзев в клане Гадюк, все, да я вроде тут все прошел. Все три звезды, 100% мир пройден, почему-то награда не получена. В общем, босс был легкий, все было легко, никаких толком ловушек, ой, загадок сложных не было. Ну, в общем, как-то так, косякнул и косякнул. Так, теперь у нас дальше мир 6. Это трактир. Хрен знает, что будет, но поехали. Вред феи. О, тут у меня все плохо себя чувствуют. Так, это мой трактир. Сидят они, чавкают. Нас уменьшили? Хуже коровка. Ха-ха-ха-ха. Попался. Похоже, что многие люди злятся на тебя там. Кто-то просил меня избавиться от тебя. Как их звали в вейдерах, в любом случае, это были самые легкие 100 тысяч золотых за всю мою жизнь. Ну, с этого момента не раздражай людей. Ну, не то, чтобы теперь ты мог, ты останешься таким крошечным навсегда. Классно. Нас уменьшили. Так, а что тут можно? Это можно брать. Это все сыр, сыр, вишенки можно разбивать. Ну, что тут не снык? А, как это не снык? Подождите, а как мне вот сюда пройти? Они вроде как там в небе как будто. Так, здесь мы будем собирать кружки. А как в это пройти? Ладно, гоу дальше. Смотрите. Гномы? Я тебе сейчас дам гномы. Это что? Муравьи? Ой, а что так лагает-то, господи? Что-то нахер. Смотрите, они победили муравьев. Они нас не атакуют, верно? Должно быть, они хорошие люди. Здравствуйте, путник. Спасибо, что победил муравьев. Мы можем чем-нибудь помочь? Мне нужно найти фею. Ммм. Фея полетела бы... Верно. Я могу помочь тебе с этим. Следуй за мной. Сейчас, минуточку. Это потрясающе. Я не понимаю, как мне там наверху вот эти забирать. И тут вообще все так красочно. Крин пойми, где секретки будут. То есть, необычные какие-то стены. С этими жуками бомбами можно летать. Он хороший мальчик. Он не доставит хлопот. Не так ли, Энтони? А, теперь я понял, как их достать. Тут я, естественно, не драться ничего не могу. Йо-хо-хо. Ой, что там происходит-то? Нет, слушайте, если я так... Буду уметь летать, то тут столько секреток, наверное, всяких может быть. Мне надо собрать все, что тут есть. Туда дальше нельзя. А, подождите, надо проверять сейчас все варианты еще и в полете. Хана. Нет ничего. Ну вот вниз можно было. А, сюда мне и надо. Ой, блин. Вот это, конечно, жесть. Крысы какие-то. Тут надо опуститься. Ничего себе. Офигеть, я тут задолбаюсь все собирать. Тут хрен, что когда найдешь. Во, еще две кружки. Ага. Дай, разойдись. Сколько я? 19 из 75 пока только собрал. Офигеть. Слышите, так там может быть и спрятано что-то? А, тут нельзя сломать. Пожалуйста, не отвлекайте. Вот это жесть. Я пятым миром, конечно, немного расстроился. Мне обещали сложности. Там сложности не было. Тут, походу, будет сложности именно с поиском. Я не знаю, за ними может что-то прятаться? Не может. Пока сломаем кустики. Полетели дальше. Левее некуда, выше некуда. С этими жуками, говорит, можно летать. Охренеть. На! Долбаные муравьи. Тут тоже, походу, будет проще. Я даже левел еще не качал. У меня до сих пор 50. Хоть можно и 55 уже взять. А, прикиньте, так, наверное, где-то может быть и комнатка, да? Вот тут вот, допустим, где-то левее. Хотя так они, наверное, жестко не сделают. Сколько еще раз можно вниз перелететь? И это что за помидорка? Так, в дом крыс плюхнулись. Рассказывай. Добро пожаловать в сырный бар, слепая мышь. Какой вид сыра предпочитаете? Канберри сыр. Как нарезать ваш сыр? Плавленый. Взболтать, но не смешивать. Наслаждайтесь вашим сыром. Взяли, сожрали. А как мне его убрать отсюда? Пожалуйста, заказывайте через стол. Мне тут нужно какой-то правильный сыр заказать. И он-то свалит. Ты расскажешь, да? Я тебя что, пересаживал? Я думал, у меня идеальное прикрытие. Сыр с соусом горящая мышь. Расплавленный, но не смешанный. Так. Сыр с соусом горящая мышь. Расплавленный. Взболтать, но не смешивать. Я почти угадал, кстати. Мои извинения. Что-то еще там ляпнул. А! Мои извинения. Я не знал, что босс нанял нового доставщика. Груз сзади. Га тут сыро. Аж есть захотелось. Да, давай, девай. А это квест. Мы получили информацию о том, что за мышиной норой. Вот уже есть ответвление. Я уже представляю, как я задолбаюсь тут искать все. Я-то гайды не смотрю. Хотя, по игре, знаете, я как-то что-то хотел посмотреть. Я не помню, что. Хрен найдешь. Игру вообще не снимают. Ага. Тут я бывал. Садимся. Надеюсь, не везде так будет, чтобы мы могли вот так вот летать по всей карте. Так, сюда мне по главному квесту надо. Это что? О, злые гномы. Жахни, жахни. Классно. Надо смотреть, может, что-то пробивается. А ты еще кто? А? Черт. Я почти закончил с башмаками гномов. Ты выглядишь сильно. Твоя помощь бы пригодилась мне. Глупые гража не прерывают мою работу. Помоги мне, и я вознагражу тебя. Приходи ко мне в магазин, если заинтересован. Принять. Информация о похищенном ботинке сапожника или что о похищенном? Услуга сапожника. Этап разблокирован. Но тут, походу, карта-то не такая большая. Так, этого товарища мы разблокировали. Уже два доп-квеста. С бочкой ничего сделать нельзя, на выход. Так, что с этой стороны? Ничего, все. Тут я налетался, походу. Я ни одного сокровища еще не нашел. А, ниже можно? Да блин. Да блин! Туда так просто не попасть. Что, надо летать, смотреть. Здесь нужен факел, но... Тут у нас, походу... Походу, что-то спрятано. А, я попал. А вот и зажигалка. Больше ничего тут нету, кстати. Нормально, вместе с ней могу сюда вылететь. И что мне это даст? Ага, монету. Ну и все, я выкидываю ее обратно туда. Вы тут зачем? У нас проблема. Дикие жуки-бомбы очень агрессивны, когда они видят незнакомого. Все, вспомните свои тренировки. Успокойте своего жука и бежим. Поппи, успокойся. Все верно, Чарли. Ну, Бетти, хорошая девочка. Тренер, отойдите с дороги. Бетти особенно жестоко. Не беспокойся. Сначала я покажу свою спину Бетти. Медленный шаг назад, чтобы подойти к ней. И подождем, когда Бетти понюхает мой анус. Отлично. Теперь Бетти знает, что у меня нет намерения атаковать. И чтобы закрепить все. Я буду кружить вокруг нее страстно. Как будто я копаю и ем грязь. Бетти, ты успокоилась? Вау, у вас получилось. Хорошая девочка, Бетти. Хорошая девочка. Извини. Не хотел, чтобы ты нервничала. Жук, на котором вы едете, был приучен так же. У них все еще есть дикие инстинкты. Они могут взорваться, если волнуются. Тренер бомбовых жуков. Свяжитесь со мной, если у вас есть какие-либо проблемы. С моей помощью вы сможете справиться с любой ошибкой бомбы жука. Что за бред сейчас произошел? Капец. Так, все, надо заканчивать с этими кустами. Это слишком долго. Пролетели дальше. Тут все изи. Слази. Ты, блин, я не хотел на тебя садиться. Так, они пустые вроде. Но я лучше сломаю. Потому что тут еще летать и летать, я так чувствую, у меня долго придется. Тревога, тревога. Тревога, что случилось тебе? Спасибо тебе, бог улыбок. Наконец-то теплая рука помощи. Я миссионер церкви бога Смайликов. Я летел на бомбовом жуке, а потом попал в шторм и оказался здесь. Пожалуйста, помоги мне вернуться к миссии. Че, скрученный миссионерский гном? Я не понял, что с ней делать надо. Какой-то миссии ей вернуть. Все, ниже нельзя. Отлично. Я 57 уже так-то собрал. А это че? Она не была открыта. Она просто пустая. В жука нельзя попасть? Так, тут еще можно вниз прыгнуть. Классно. И за бомбой. Эй! Я че-то подумал, она в воздухе что ли висит? Да блин! Кухер так быстро! Куда ты кинул? Но он уже взрывается. Блин, я чуть-чуть не успеваю. О, а щас смотрите как. Че за дичь? А это куда? Зачем тут еще куча бомб? Там монета. Вот зачем куча бомб? На! Так, все, монету взяли. Офигеть! Мне еще собирать и собирать. Вот две. Еще две. Тут нигде приземлиться нельзя. Нигде приземлиться нельзя. Вы даже не враги? Там выход! Тут вроде ничего нету. Крылья пламени. Так, ну погнали. Четыре осталось. Ну? А, сюда нельзя приземлиться. Надо. Надо поджигать тортики. Что? Что? Пожар! А, это же долбанная фея. Ты! Верни меня назад. Ты с ума сошел? С чего бы мне это делать? Так. Жуки, жуки, жуки. Все, последние четыре собрали. Отлично. Одну звезду... Нет, уже две звезды заработали. Куда она теперь ускакала? Туда вон. Ну, жуки, так-то можно быстрее перемещаться. А, как раз где этот пустой стол был, правильно? Да. Иди сюда. Упс. Ты навязчивый. Уходи уже. Оставь это, чтобы мы оба могли продолжать свою жизнь. Божечки, как ты бесишь. Ладно, я дам тебе один шанс. Поймай меня, и я превращу тебя назад. Готов? Начали. Конечно, начали. Да так нечестно. Ты даже не улетаешь. Ты всегда на одном расстоянии. А теперь... Оу! Ха! Мне жаль, но ты прииграл. Я никогда не говорил о тебе, что я одна, да? Я не могу сказать, что ты наивный или глупый. Вредители. Энтони. Энтони-то убили. Все? На выход? А где еще три монеты? Вот я об этом и говорил. О, новый Энтони. Здесь вообще выход. Тут еще три монеты целых. Три. И они могут быть где угодно. Вот. Сюда зачем-то можно. А зачем? Либо я что-то пока какие-то... Что-то не умею. Да? Вот сюда вообще нельзя никуда. Зачем этот стол тут? А, он даже на карте не нарисован. Походу, незачем. Мне показалось, там где-то, может быть, я в самом начале пропустил. Это что? Брат Фибоначчи, ты пока пожертвовал только ноль золотых. Как это? Сколько бы ты хотел пожертвовать? Сто. Кажется, сегодня у тебя будет счастливый день. Пока ты пожертвовал только сто золотых. А сколько надо-то вам? Вымогатели. А? Ты еще? Так, 1100. Ну, давай 10. А если украсть золото, они мне нападут, да? Хороший день, говорит, будет. Украсть. Украл. Не жертвовать. Для чего-то же это сделано. Мне кажется, богиня удачи будет приглядывать сегодня за тобой. Все на одной и та же? Я не понимаю. Так, тут ничего. Где могут быть монеты? Ну, по-любому что-то связанное там с этими пожертвованиями. Сюда же я ходил? Нет. Да. А, вон монета. Слушайте, а я не заметил. Она светилась там, не светилась? Тогда сейчас надо все тут обыскивать. Искать вот эту хрень. Так, три монеты. Искать эту хрень и ломать. А сюда я ходил? По-моему, тоже нет. Да, сюда я ходил. Да пойди теперь вспомни. Огромная же карта. О, вот сюда я не приземлялся. А-а-а. Я ее притащил куда надо. Теперь я могу приступить обратно к работе. Да благословит бог улыбок твое приключение. Хер догадаешься. Я уже забыл, что я ее забрал. Так, четыре. Вот это зачем? Хрен его знает. Четыре есть. Где пятое? Это же не сложно. Ну, может с кем-то поговорить надо? А, кусты, да? Так, тут вообще что-то было у нас. Это мое место. Подождите, я их уже убирал. Нет, вот эти я не убирал. Вон на монета. Все, нашел. Видно, что она светится. Бери. Все, пять звезд. Погнали нахрен отсюда. Ой, пять звезд. Три звезды. Ха, пять звезд. Может, следующие локации будут покруче. Ну, не такие обширные. Пока, Энтония. Нам пора уходить. Так, ну вот. Проход дальше. Да, таким составом. Кстати, я там, мне пришлось состав поменять. Мне пришлось брать рыцаря. Видите, я его переодел в ниндзя. Потому что в последнем этапе. В этом, в предыдущем мире. Чтобы пройти. Именно вот как раз-таки последний этап на три звезды. Надо было переодеться в ниндзи. И проникнуть в логово. Когтя смерти. Или как они себя называли. Сразу смотрим сзади. Нету. А, ну это проход. Тут же ничего нету. Что за башня? Надо ее убить. Она сейчас шотнет. Так. И в этих проходах. Теперь я тоже буду немножко повнимательнее смотреть. Потому что там я пропустил. И мне пришлось его достаточно долго искать. Ну, не долго. Я просто сидел. Пересматривал все карты. Насколько я их прошел. То есть тут может быть где угодно проход. Вот, допустим. Берем мы эту. Зажигалочку. Отвали. А. Нихера вы офигевшие. Скинули. Здорово. Так. Башня, 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 башня. Все, хорошо. Наверх. А, все, выход. Ну вот, этап второй разблокирован. Значит, здесь мы будем гоняться за феей, да? Пойдемте. Услуга сапожника. Сюда вот сходим. Ничего себе там наград, кстати. Тут как-то очень много наград. Быстрей, юный рыцарь. Я мастер по изготовлению обуви для гномов. По легенде, всякий раз, когда обувь гномов готова, любое желание исполняется. Завистливые жители деревни похитили моего помощника. Я думаю, что они спрятали его в тоннеле муравьев. Пожалуйста, иди и проверь его. Где-то ты мне не хочешь подставить случайно как-то, а? Так, пока все, наверное, не ломаем. Сюда мы еще вернемся. О, куча муравьев. Так, бомба жуки. Он взорвется или что? Так, ну смотрите. ХП у меня до сих пор пока они не тратят. Ну, немножко потратили. Пожалуйста, спасите меня. Кейль. Спасибо большое. Я думал, что умру в этом тоннеле муравьев. Спросить, он ли помощник сапожника. Что? Как можно говорить такие ужасные вещи? Бедный парнишка должно быть в деревне. Почему бедный парнишка? Так, ну вот уже. Коготь-хейти. Ну, он вышел обратно. Хилки. Что? Эти позорные селяне, они забрали его в деревню? Пожалуйста, верни его. Я буду следовать за тобой, как только буду готов. Да не ругайся ты, дедок. Тут ничего не может быть. Хорошо, что она хилить умеет. Взяли просто, отхилили всех. Че здесь происходит? Подожди, кто ты? Сказать помощнику, что пришел спасти его. Защити помощника, остановить его. Да ладно. Подожди, рыцарь? Спасибо, что спас моего помощника. Я приготовил для тебя награду. О, классно, спасибо. Мне нужно идти. У меня все еще много работы. Спасибо большое. Уволок просто. Так, вы завершен. Классно. Карта гнома. Сапожника. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Ничего тут нету. А как в последнюю локацию пройти? Наконец-то. Ботинки гномов. Почти готовы. Ухахаха. Я так и знал, что он нехороший. Всегда было интересно, из чего делают обувь гномов. Это будет твой конец, поэтому я расскажу тебе. Обувь гномов сделана из гномов. Кожи гномов. Ты же понимаешь, да? Ты же тоже сапожник. Черт, ты все видел? Убирайся отсюда. На. Кожи гномов. Спасибо, я почти... Э... Ты видел, что для изготовления бошмаков для гномов нужна кожа гномов? Но... Кожу не нужно добывать. Ух, ой. Мастер, вы понимаете? Так как вы тоже сапожник, верно? Так, ну вот и все сокровища мы собрали. Да, блин. Кожа гномов. Так, все. Этот этап тоже прошли. Ну и в следующий тогда, ребята, отправимся мы уже в следующем выпуске. Если понравилось видео, поддержите лайком. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...